Привет, меня зовут Симар, и сегодня я покажу город Лон-Пла-Банг, который будет шоу-фицийская колония, хотя вы все равно будете смотреть на роликах. Интересные места Лон-Пла-Банга начинаются с дороги Лон-Пла-Банга, потому что дорога идет через горы, по симпантинам, иногда выше уровня облаков, иногда у них нету смальта, иногда там видно среды свежих лавин, поэтому я советую ехать там днем, чтобы посмотреть, или ночью, чтобы не было страшно. Лон-Пла-Банг – это древняя столица Лауса. Во времена, когда страна была футболской колонией, здесь была резиденция ставка короля, здесь жил король, а название города переводится как «золотой королевский Будда». И сам город очень красивый, и очень видно, что это была колония Франции. Я первый вечер в Лон-Пла-Банге, и мне здесь уже очень нравится, здесь клево, здесь уютно, еще здесь Европа, причем не современная Европа, а Европа века так 19-го, потому что это бывшая французская колония, это бывшая столица Лауса, и здесь это колониальное прошлое просто прет из всех щелей, здесь типичная французская архитектура. Домики вот такие с древянными ставинками, чистые улочки везде, все аккуратненько, все красивенько, фонарики, факелы, ну в общем, я в восторге. И Луан-Пра-Банг, я думаю, можно назвать самым клевым городом Лау из всех, что я пока что видел. Где же, где же, где же, какой-нибудь типичный домик, чтобы снять его на камеру. А вот она та самая колониальная структура, по которой я говорю, ух, тык, 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 красота какая-то. Вот такие типичные домики здесь, в Луан-Пра-Банге. Большие деревянные двери, большие деревянные ставни, большие деревянные балконы. Франция, начало от этого века, до Китая оставалось 150 км на север. Что мне еще нравится в Луан-Пра-Банге, здесь равномерное количество понаехавших туристов, в основном французов и немцев, и местных лаусов. Здесь нет ощущения, что город живет чисто на туристах, как в Луан-Пра-Банге, и что каждый дом это жилой дом, плюс кафе, плюс магазин, плюс велопарковка, плюс запчасть для мотоцикла. Здесь есть ощущение реально живого живущего города. Одна из главных народных забав Луан-Пра-Банге, это покормить монахов. Для этого мы вставали в 5 утра и пошли в центр, где кормили монахов. А сегодня подорвались в 5 утра, еще до рассвета, чтобы покормить монахов, потому что это фишка Луан-Пра-Банга. Утром выходят монахи, и их нужно кормить. А вот так выглядит братская помощь северного следа Китая меньшему брату Лаоса. Только что подъехало 6 или 7 автобусов китайских туристов, так что сегодня монахи будут сыты. Главное что? Главное не заснуть, пока они выйдут. А кормят их вот такими конфетками и туисочками. Туисочками с рейхом. Ох, сколько их приехало. В отличие от Луан-Пра-Банге, в Луан-Пра-Банге есть рынки с едой, с фруктами, которые выглядят не слишком стрёмно. И это ночной рынок еды. Я же только что кушал, я не хочу есть, невозможно же. Нет, я не хочу эту курочку, не хочу. И рыбу в пальмах истях я тоже не хочу, вообще не хочу. Нет, супы я точно не хочу. Вот такой вот ночной рынок еды. Ранее подъема вообще стали у нас привычкой в Луан-Пра-Банге. Потому что на следующий день мы вставали снова в Трик-Ан-Ра, чтобы пойти встретить рассвет на горе Пуси. Блак гора Пуси была прямо через дорогу и не нужно было далеко идти. Сегодня у нас снова ранний подъем. Наверное, надо встречать рассвет. Ничего, так вид вымёрз. Несомненные просятся в том, что коферы сейчас вглядят вклад на гору вклад. В начале 7-го открываются билетные кассы и все послушные туристы идут на гору, а мы уже идём с горы. И рассвет здесь почти не видно до определённого времени, потому что тучи, тучи над Луан-Пра-Бангом. Но тут здесь очень клёвая лесенка, очень клёвые ступы. Где-то здесь, говорят, есть пещера, где очередной отпечаток ноги Будды. Отпечатки ноги Будды есть по всей Югусточной Азии, он просто везде ходил и по приколу впечатал свою ногу. И ступа стоит. А мы сейчас спускаемся к пещерке с лежачим Буддой. А вообще, по легенде, эту гору сюда перетащил легендарный король обезьян, про которого легенда о путешествии на запад. Он перетащил её сюда с Цейлона. В чём была суть спора, из-за которого он перетащил её, я не помню. Но, по легенде, факт имел место быть. А ещё в Луан-Пра-Банге мы захотели давний квест съездить к слонам. Вообще, к слонам здесь можно съездить много где, и в основном делается акцент на то, что за слонами можно поухаживать, их можно помыть, но это всё без катания, без трессировки. Но мы не тру, и мы поехали на них кататься. Сегодня мы приехали к ним, к слонам. К слонам. Мне кажется, эта штука ест всегда. Кормление фона от первого лета. Он делится к рот. Он делится к рот Колониальная идиллия. Слон, Меконг, джунгли, буйволы. Он прямо идёт. И прямо на фото. И буйволы пырятся. Бонусом к слонам шло посещение водопада Фонг-Си. Одного из самых крутых водопадов в Лаосе и во всей Юго-Состочной Азии. Очень крутое место. После слонов мы поехали на водопад Фонг-Си. И дорога к водопаду идёт через Медвежий парк. Место, где медведи держат в условиях приближённых к природам, я так понимаю. А вот и первый чёрный медведь. Нет, я не буду печатать ему привет медведца, потому что это баян. Ну, это действительно офигенно красиво. Книга. Межмедведь Медведь 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 Продолжение следует... Это очень круто, очень красиво, и вода не сильно холодная, можно погубаться. А почему она такая голубая? Потому что сыроводород. А на сегодня все. На этом наши фрабанские выключения не закончились, но дальше будет уже следующее видео. Пока. Подписывайтесь на канал, говорит кролик. Лайки для кролика. Да.